всем привет дорогие друзья такая ситуация возникла короче есть такое понятие как блуждающие токи в трубах и соединять газовую колонку данном случае вот это вот с помощью такого шланга нержавеющий металлорукалка так называемая не очень безопасно блуждающие токи может сделать здесь купю неприятностей я сегодня был магазине девушка пришла принесла вот такого флана шланг он здесь был микро дырочках таких если кто-то допустим накинул взял землю и 0 вместо нуля взял землю подкосил чтобы пользоваться летычеством на халяву то может быть могут быть проблемы с этим шлангом что при этом можно делать так чтобы обезопасить себя от этих плуждающих токов и дальнейшем чтобы не было проблем для этого существует вот такая диэлектрическая муфта она продается в магазинах там продаются котлы в материалах можно купить разных я хочу с ее поменять но эту муфту поставить у меня допустим стоит кран три четверти в любом случае надо какой-то переход переход у меня уже есть вот взять взял такие вот прокладочки для газа специально сейчас я буду менять это все перекрываем газ обязательно это делать должен это вы должна это газовая служба но так их прин дождется и это чуть-чуть опасно долго ждать их мало ли что может случиться ну так уже прокладочка это чуть-чуть передавлено лучше конечно поменять сразу аккуратненько лучше видно и прокладочку прокладочки так вкладочку сразу поставим повисит теперь надо открутить переход желательно два ключа имеем чтобы не дай бог не крутянулся кран вот так рычаг побольше чтобы было нижнем ключе так вот так а вот так вот так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот переходик был. Вот такой вот. Так, фокусируемся на кранике. Все, пакли снимаем. Полностью. Очищаем резьбу. В домашних условиях это все сделать, но все равно надо очень аккуратно и все проверить потом. Ну, я проверяю зажигалкой, ну, как и я буду проверять. Но вообще для этого используется так называемая мыльная вода. Вода с мылом. И этот. Либо пырская берут. Типа как мистер Мушкал, тогда она берет пенную воду, мыльную. После того, как собрался, попырскал, либо помазал чем-то. И проверил. Течет, ну, там будет бульбург, если что-то, не дай бог, есть. Так, здесь тоже докладочка. Она уже чуток выдавленная. Мы сразу поменяем на новую. Так, есть такое дело. И есть специальная паста унипак. Есть разные фирмы, но это идет именно для газа. Она вот такого цвета. Типа есть синяя с белым, а здесь желтая с зеленым. Так. Здесь все очистили. Берем паклю. И получается у меня будет аж два перехода. Но тут как бы из-за того, что здесь кран стоит три четверти. А шлангов в колонке подключения одна, вторая. И шлангов таких нету, не знаю. Может, в природе есть где-то. Но вроде говорят, каких в природе нету, чтобы один конец шланга был три четверти, а второй одна, вторая. Таких шлангов не существует. И в природе даже. Может, это физически невозможно сделать. Механический чекак там правильно. Я буду паковать и на пасту. И на паклю, и на пасту, и на... Что маловато намотал, мне кажется, я. И на этот. И еще и прокладка будет вплотнительная стоять. Потому что газ это не шуточки. Это вам не прибауточки, как говорится. Надо все сделать, чтобы было все плотно. На паклю, на прокладки. Ну, это именно вот эти соединения все. Какая-то консистенция совсем другая. По сравнению с пастой, которая для воды, она какая-то по-другому чувствуется. Так, теперь ставим... Ага, сюда мы засовываем прокладочку. Не знаю, дотянется она сюда или нет. Так, если начало крутиться вместе с паклей, то лучше паклю попробовать пальцами поддержать, чтобы оно все это пошло вместе с паклей. Чтобы пакля попала между резьбой. Можно, кстати, на всякий случай еще вот краник стоит в одной. Тоже его прикрыть. Понимаете, в бог что, если мало не сломаете кран. Класс-класс, возможность перекрыть. Ну, не пойдет сразу газ. Как все бывает. А тут все, конечно, придет перестраховаться. Здесь все уже. Надо запаковать. Я тоже его буду напакливать на прокладку. Серьезно. Все-таки к этому надо относиться очень серьезно. Если не соображать это, то лучше вызвать гладовую службу. И все это сделать через них. Если у вас есть такая возможность. Если нет, тогда берем паклю, пасту, прокладки. Блин, как они называются? По-моему, беконитовые. Или паранит, или беконит. Я вот не помню точно название вот этих прокладок. Но из чего они состоят, состав их не... Ну, паста должна быть вот такая вот. Если вам видно, в конце видео еще покажу. И прокладки сразу меняйте, потому что они уже передавлены. не стоят копейки там. Я вам взял бы 10 штук. Упаковка 15 гривень. Ну, 10-15 гривень, хорошо. Если найду в интернете фотографию, именно в такой трубе, которая после благословища токов обито была. Может, вставлю картинку. Попробую найти. Есть прикладочка на месте. Было бы идеально, если бы было здесь 3 четверти внизу, 1-2. Здесь упаковывать нет смысла. Здесь все на прокладках. Так, что я держу здесь, потому что сам может выкрутить. попало не красиво, хоть его протонет. Есть такое дело. Так, фокус. открываем этот краник. Сейчас повытирать сердце, чтобы оно красиво было. Теперь этот краник. Теперь можно проверить только с помощью жалки. Я забыть фонарик, наверное. не шипит, и не горит. все короче. Я даже вам советую поставить эту штуку, потому что до поры до времени. Всем удачи, всем пока. пока.